приветствую вас на моем канале сегодня будем готовить салат тот который король всех салатов как по мне он очень выигрышный как в красоте то есть он достаточно оригинальный красивый яркий очень разнообразный и очень вкусный красный лук нарежем на четвертинки шампиньоны на небольшие кусочки на небольшом количестве масла обжариваем до готовности когда уже будет все готово не забудьте посолить можно немножко поперчить также готовые грибы после того как вы уже выключите плиту лучше всего переложить на ситечко и оставить стечь тогда лишняя жидкость масло ничего не попадет для первого слоя пока у нас остывают грибы мы датираем отварной картофель я натираю его на крупной терке затем выкладываем форму так как салат у нас выкладывается слоями не забываем каждый слой смазывать майонезом для второго слоя я использую копченое мясо по желанию можно заменить на какую-то свою любимую колбасу нарезая на небольшие кубики ничего большого в салате быть не должно иначе кушать потом неудобно и смазываем майонезом и с помощью ложки хорошо вот так вот разравниваем для третьего слоя я уже нарезала маленькие огурчики они у меня были корнишоны маленькие поэтому я оставляла вот такими вот колечками если у вас большие огурцы можете нарезать на кубики как вам удобно сейчас я майонезом огурцы смазывать не будут так как сверху я выкладываю натертый сыр он у меня уже готовы поэтому мне натирать его не нужно было вот сейчас снова смазываем майонезом для следующего слоя нам понадобится корейская морковка и и перед тем как ложить салат обязательно нужно отжать чтобы лишняя влага не попадал окна в салат и снова смазываем майонезом так как мы смазываем каждый слой большим слой майонез наносить на продукты не нужно затем выкладываем натертые яйца натирала их на мелкой терке с помощью ложки слегка придавливаем и затем снова смажем майонезом начале видео мы с вами обжаривали грибы они полностью остыли и сейчас мы выкладываем их на салат и вот так вот немножко разравниваем с помощью ложки и снова смазываем майонезом и затем у нас будет уже последний слой из болгарского перца его я нарезала на маленькие кубики выкладываем вот такой аккуратненько и наш салат готов теперь следует накрыть пищевой пленкой убрать в холодильник на один час после этого мы вытащим его из формы и по желанию можно будет его украсить я украшу его просто веточками укропа час прошел посмотрите из формы вытаскивая достаточно просто я просто тяну ее вверх салат получился очень красивым если тебе понравился рецепт не забудь поставить лайк с вами была лена пока пока